Продолжение следует... Про одно и то же я думал, я еще третий выступаю, буду повторяться, скорее всего, одни и те же идеи. Я послушал выступление, вроде бы другое у меня все-таки будет, это довольно приятно. Я хотел бы порассуждать про то, как сегодня устроено взаимодействие компаний с университетами. При этом я сделаю дисклеймер. Я, во-первых, не ученый, я наукой не занимаюсь, но я хожу рядом с учеными, разговариваю с ними. Поэтому я, наверное, примерно представляю, как это устроено. Я, скорее, человек от индустрии, я довольно долгое время работал в разных компаниях, в Яндексе дольше всего. Собственно, мы, когда я там был, пытались взаимодействовать с университетами тоже. Сейчас я это вижу с другой стороны. И вот я, собственно, с точки зрения этого опыта чего-то порассказываю. И еще один дисклеймер. Я вот всю свою жизнь занимался чем-то связанным с анализом данных, машинным обучением. И мои рассуждения будут верны для этого направления, которое очень большое, конечно, сегодня. Но, скорее всего, не будут верны для других направлений в компьютерных науках, каких-то куда более фундаментальных, может быть. Но, тем не менее. Еще, может быть, я буду какую-то фигню рассказывать. Буду рад, если вы меня разубедите в каких-то тезисах, которые я упоминаю. Вот, это тоже будет полезным выхлопом сегодняшнего выступления. Ну, вот, значит, чего? Есть компании, да, мы их будем называть индустрией. Есть университет, как организация, да, там сотрудники какие-то. Ну, по сути, бизнес такой образовательный, да. И есть студенты. Ну, вот можно обсуждать разные связи между этими тремя сущностями. Я сначала хочу поговорить вот про эту связь. Как индустрия, как компании могут взаимодействовать с университетом тоже, как с некой вот сущностью такой. Не с отдельными людьми, а вот как с сущностью. Вот, я сразу скажу, что буду исходить из некоторого, там, тезиса, что в итоге университет, наверное, должен быть как-то полезен для индустрии. То есть, вот то, что я буду рассказывать, это про то, как университет может принести какую-то пользу компаниям. Конечно, это не обязательно только в этом разрезе рассуждать, но все-таки я считаю, что в университеты делаются какие-то инвестиции, государство вкладывает, ну, налогоплательщики, то есть косвенно, да, компании какие-то деньги жертвуют университетом. И, наверное, это должно как-то окупаться. То есть, наверное, в итоге то, что мы делаем там в вышке, там, на физтехе, где-то еще, должно экономике обратно какую-то пользу нанести. Поэтому, вот, наверное, университет должен для компании что-то делать. Вот что это может быть? Наверное, это могут быть фундаментальные исследования. То есть, когда компания заказывает университету, что вот есть такая задача сложная, есть вот такое направление, давайте вы подумайте, что с ним делать. Ну, там, например, да, приходит компания и говорит, что вот у нас тут есть там какие-то нейросети, мы вообще без понятия, как они работают, и, в принципе, нам норм, но, может быть, было бы лучше, если бы мы понимали, как они работают. Вот давайте вы покопаете в сторону интерпретации, да, причем как-то в конкретную сторону, вот конкретные аспекты поисследуете. Ну, окей, да, пожалуйста, вот можно этим заниматься. Университет может прикладные проекты делать для компании, то есть, вот прям может быть какая-то задача, которую на аутсорс отдают. Ну, может быть, какие-то еще есть форматы, про которые я поразгоняю чуть позже. Ну, давайте порассуждаем для начала про первые два пункта. Вообще говоря, раньше эта схема работала. Ну, я не жил раньше, в советское время, да, поэтому я скорее рассуждаю на основе какого-то своего общего представления о мире. Ну, вот есть ощущение, что вот в какой-то совсем индустрии раньше было так, что вот есть заводы, которые там, не знаю, производят сплавы какие-то. Есть, значит, исследовательские центры, там, НИИ какие-то, лаборатории или кафедры при университетах, которые ведут исследования. Заводы, они вот просто, им вот надо сплавы делать, чтобы из них там трактора потом строили, не знаю, например. Значит, сельские центры, у них есть там умные люди, у них есть какие-то там стенды, на которых можно эксперименты проводить, у них есть там какие-то возможности думать про это много, они могут патентовать это. Ну, и было устроено так, что вот в НИИ что-то придумали, запатентовали, раскатили на заводы. На заводах быстрее производятся сплавы для тракторов, да. Вот, в принципе, это работало. А вот работает ли это так сейчас в IT, да, можно ли вот тоже сделать так, что есть там IT-заводы какие-то, да, и, значит, есть какие-то исследовательские центры, которые вот что-то придумывают, раскатывают на все эти заводы. Но вот кажется, что нет, потому что, вот, утверждение, да, опять же, можно потом поспорить с этим, что если бы такое существовало, если бы действительно были вот такие исследовательские центры на аутсорсе в IT, это был бы огромный бизнес. Это были бы какие-то центры, компании, там, с какими-то доходами, там, не знаю, в миллиарды, в десятки, сотни миллиардов долларов. Вроде бы мы про такое не слышали, да, или кто-то знает про такие, да? А что это? Потом. Хорошо, все, супер. Вот, значит, но я не слышал, вот. И, значит, видимо, это почему-то не работает. Почему? Ну, я вижу тут большое количество минусов, которые я сам видел там на своей практике. Значит, почему для компании это может быть минусом? Да, компания может обозначать какую-то там фундаментальную проблему, что вот чего-то там не работает, что-то не интерпретируется, что-то там непонятно как решать, где-то качество сильно хуже, чем мы могли бы, где-то все не так быстро. То есть в итоге все равно проблема, которую формулирует компания, как правило, она довольно такая прикладная. А это значит, что потом ожидается, что будут какие-то там эксперименты, будут какие-то внедрения, и это безумно сложно сделать. То есть невозможно группу исследователей внедрить в компанию вот как-то легко. Вот нельзя просто им сказать, что приходите, что-то делаете. Это там куча проблем, инфраструктурных проблем с доступами к данным. Да и вообще сегодня вот в современных исследованиях в области того же машинного обучения данные – это ключевая штука. И, ну вот, опять же, у нас были успешные примеры, конечно, когда мы там подписывали все-все-все нужные договоры, договоры там год ругались с безопасниками и в итоге получали доступ к каким-то данным. Но это реально очень болезненная история. И идти в эту сторону практически невозможно. Особенно если вы работаете с какими-то банками, где там персональные данные. И даже если удалить столбцы с персональными данными, все равно они могли протечь в другие какие-то столбцы. И не факт, что согласятся хоть в каком-то виде их выдать. Короче, тяжело получается. И в итоге для компаний может оказаться, что вот чем через весь этот ад бюрократически проходить, там пускать для экспериментов исследователей, пускать там их как-то, чтобы они данные получили. Проще их в штат нанять. И действительно многие по этому пути идут. Ну вот еще один пример приведу. Вот есть такая тоже большая область, рекомендационные системы. Многие, возможно, работали в эту сторону. И там вообще они устроены так, что, ну, конечно, прикольно экспериментировать на каких-то исторических данных, на данных про то, как в прошлом там чего-то покупали, чего-то слушали, чего-то смотрели. Но вот совершенно нельзя утверждать, что то, что у вас хорошо работает в случае с рекомендациями на исторических данных, будет хорошо работать на реальных пользователях. Единственный способ реально доказать, что вы придумали не фигню, это провести онлайн-эксперимент. Как ученый в университете может провести онлайн-эксперимент? Никак. Вот, если, собственно, смотреть какие-то там последние такие хорошие, качественные статьи по региональным системам, они все написаны исследователями из компаний, потому что только у них есть возможность проводить какие-то опыты на реальных пользователях. В итоге это все приводит к тому, что как-то разделить, заоутсорсить какие-то задачи не особо возможно. Ну и на самом деле для исследователей из университетов зачастую, не всегда, но зачастую, тут тоже есть большие минусы, что вот вообще вот, ну опять же, у меня есть много знакомых, которые говорят, что пришли работать в лаборатории какой-то, просто на кафедре, на департаменте каком-то в университете, из-за академических свобод. Ты исследуешь что хочешь, ты там получаешь гранты, которые дают достаточно свободно, пусть небольшие, но зато их довольно легко получить. Ты вот как бы там набираешь студентов, с ними тоже любые свои гипотезы проверяешь, и это очень ценят, ты готовы там жертвовать какими-то деньгами ради этого, да. А здесь, если ты берешься за исследования для компании, у тебя сроки, с тебя спрашивать начинают, у тебя очень узкие задачи какие-то, ты там отчитываешься регулярно, и это тоже бесит, конечно. Вот, и это как бы приводит к некоторым нежеланию таким заниматься. Почему, собственно, вот сейчас так, а раньше это работало? Ну, какие-то доводы я уже сказал, но вот добавлю еще немножко. Вот есть ощущение, что по сравнению с тем, как вот в классической схеме там с заводами это было устроено, во-первых, сейчас огромная конкуренция возникает в IT. И просто вот если ты там какая-то IT-компания, не знаю, тот же Яндекс, и ты перестаешь развивать свои рекомендационные системы, ты просто вот поддерживаешь то, что есть, ты начинаешь быстро проигрывать своим конкурентам, да, потому что они-то там вкладываются в улучшение качества и так далее, плюс постоянно меняются условия какие-то, и нужно там дорабатывать свои алгоритмы, новые требования, новые законы. И, ну, просто невозможно без постоянного роста это делать. И в итоге это приводит к тому, что просто в компаниях, из-за того, что они постоянно что-то новое вынуждены придумывать, растут свои разработчики, которые вполне на исследование способны. Опять же, вот недавно один мой знакомый делился, что он себе в команду, тоже вот, которая занимается некоторым там машинным обучением, искал ресерч-лидера, то есть человека, который будет руководить группой именно исследователей. И говорит, что приходили люди совершенно без академического опыта, чисто индустриальные, вполне адекватные, могут все делать, и как бы со статьями знакомы, и гипотезы умеют выдвигать, и проверять их могут. Ну, люди там никакие не кандидаты наук, там никогда на кафедрах не работали. То есть, в принципе, реально эта среда смогла воспитать какую-то свою касту такую. Ну, еще важный момент, что, ну, я это проговаривал, но проговорю еще раз, что в этой области данные вычислительной мощности стали, ну, огромным ограничением. То есть, как бы, сейчас многие задачи невозможно решать, если у тебя нет кластера там с кучей мощных видеокарт, мощных ГПУшек, что с кем делать, да. В университете этого явно, ну, наверное, не может быть таких же мощных каких-то узлов, кластеров и так далее. Ну, и так, картинка, может быть, кто-нибудь видел ее раньше? Нет? Вот есть там одно исследование, тоже как раз про связь индустрии с академией, вот там ссылочка, если потом презентации поделятся, с вами можете почитать. Это некоторая диаграмма про то, какие компании в штатах сманивают из каких университетов профессоров. В принципе, картинка показывает, что схема рабочая, вот. То есть, действительно, более-менее там все крупные эти компании, которые справа видите, откуда-нибудь до посманивали серьезных людей за большие деньги. То есть, реально такой вот переток идет. Исследователи переходят в компании, потому что им там больше платят, им там интереснее, там есть возможность себе команду хорошую собрать. Вот как бы это происходит. Да, это реальность, но непонятно, что с кем делать. Дальше. Я говорил, что окей, фундаментальное исследование может быть хорошая идея, но что-то мы пообсуждали, что есть там много подводных камней. Я не говорю, что это невозможно, но вот какие-то есть там особенности. Дальше, наверное, университеты могли бы делать какие-то прикладные проекты. И действительно, вот мы как бы видим, да, и наверняка другие там ведущие вузы тоже наблюдают. Реально приходят компании нередко и говорят, что вот у нас есть такая задача, вот что-то там предсказать, что-то там смоделировать, там научиться речь распознавать, вот почему бы вам там не взяться за это дело. Полно таких заказов, а если захотеть, можно их еще больше собрать и начать активно как бы пиарить такие возможности. Но проблем здесь возникает не меньше, если браться за такое. Потому что, ну опять же, если университету заказывается реальная прикладная задача, это ж нужно как-то их пустить в инфраструктуру, как-то дать им доступ к этим данным. Они будут скорее всего делать это медленнее, потому что вы что заказываете каким-то людям, которые, ну вот они там преподаватели еще, да, у них есть учебная нагрузка, они там студентами руководят, может быть какая-то административная там работа у них есть, они не фуллтайм будут заниматься вашей задачей, и это тоже как бы большой минус. И в итоге тоже мы приходим к тому, что куда проще компании взять и сманить этих людей к себе. Вот, действительно, это зачастую происходит. Есть компании, которые занимаются тем, что переманивают там людей, исследователей университетов себе в штат, может быть это нормально, не знаю. Ну и для сотрудников здесь тоже получается, что нагрузка такая же, как при работе в компании, для сотрудников университетов, оплатят тебе меньше, чем при работе в компании, и вряд ли ты делаешь передовые исследования, потому что задачи вряд ли уж совсем какие-то там на краю науки. Ну и как бы тоже получается, что направление такое не факт, что прогрессивное. Давайте теперь поговорим, вот как я себе представляю, что это, что могло бы быть, вот какие направления там взаимодействия университета и компании выглядят более жизнеспособными. Но я так буду накидывать идеи, сразу же буду их критиковать, но тем не менее, они мне кажутся довольно такими разумными. Первое наименее такое адекватное, но тем не менее. Вот есть такая штука, как консалтинг. Опять же, вот я когда там работал в индустрии, мы вот в нескольких местах, у нас была такая практика, вот мы занимаемся там, раскапываем какую-то тему, например, там поиск там или там прогнозирование спроса на что-то. Мы просто находили исследователей, ученых, которые глубоко этим занимаются с теоретической точки зрения и приглашали их, чтобы они просто погружали нас в эту область. Делали обзоры какие-то статей, рассказывали, что вот они ездили на конференцию, услышали вот такое-то, обсуждали, может быть, с нами какие-то сложные моменты. Ну такой вот консалтинг на минималках, когда приезжает эксперт и просто делится своим там глубоким экспертным пониманием области. Это правда прикольно, это и мотивирует сотрудников, потому что вот ты нанимаешь там человека после университета, там такого бывшего студента, а тут к нему приходит такое светило, там рассказывает какие-то умные идеи, ну реально круто. Вот, это помогает, потому что ну человек там разбирается, много времени тратит, может рассказать какую-то прикольную штуку, которая работает. Но проблема, что за это вряд ли много платят. То есть то, что человек там приходит два раза в месяц и чего-то рассказывает, ну это вряд ли какая-то бизнес-модель. Это скорее какая-то подработка может быть для отдельных сотрудников. Университет может быть какой-то средой для развития стартапов. И это уже концепция, в принципе, рабочая, кажется. Потому что чего? Вот есть университет, куча очень умных студентов. Компании тем или иным образом вокруг университета как-то вот крутятся, там участвуют, поэтому можно с ними там взаимодействовать. Для студентов, ну мы же как бы знаем с вами, что студенты и бесплатно курсовую хорошую может сделать. Может быть, как бы они за стартапы могут браться так довольно нестяжательно, просто потому что это там прикольный опыт, потому что можно там получить экспертизу какую-то и так далее. Это развивается не очень хорошо, потому что, ну во-первых, в целом в России, мне кажется, довольно слабая культура предпринимательства, но тем не менее в эту сторону есть движение во многих университетах и там появляется и возможность ментора себе найти, появляются какие-то небольшие сообщества, которые в эту сторону смотрят, появляются какие-то схемы, как стимулировать студентов. Вот у нас на факультете много делается в эту сторону. И кажется, что вот это такая вполне жизнеспособная история, потому что компании внутри себя, стартапы растить, да, можно, но это может быть тяжело и там непрофильной деятельностью, а вот вокруг университета такое происходить вполне может. Еще направление, которое, ну кажется, таким может быть интересным в плане этого взаимодействия, это отдавать университетом, разработать каких-то проектов с открытым исходным кодом. Вообще сейчас эта тема довольно модная среди компаний, ну то есть там, например, вот там Яндекс выпустил Катбуст давно, да, какой-то там Сбер, там выпустил библиотеку для интерпретации моделей машинного обучения, что-то еще open-source. Тинькофф, вот честно не знаю, делает ли что-то open-source, коллеги меня поправят, вроде нет, да, а Андрей, не так много хотелось бы, вот. Ну потому, ну как бы опять же про причины там Андрей потом может отдельно прокомментировать, да, ну кажется, что действительно для компании это немножко непрофильная деятельность, да, это прикольно, сотрудников может мотивировать, что они не просто там что-то коммитят в репозитории, никто не узнает, что это они сделали, а типа вот там все увидят, да, там на весь мир раскатывают какие-то там прикольные идеи, open-source это как бы такая история интересная. Это технопиар, это повышает привлекательность компании для новых сотрудников, но все-таки это не приносит деньги напрямую, поэтому не все готовы в это инвестировать, когда есть куда более важные задачи, есть цели там годовые и так далее. Вот вполне можно было бы это отдавать на outsource университет, кажется, что вот типа у нас есть идея, вот мы чего-то накидали, вот давайте развивайте, может быть вот даже денежка вам небольшая, чтобы студентам платили за то, что они там коммитят чего-то в этот репозиторий, какую-то функциональность дорабатывают. Опять же, тут есть много проблем, что кому-то этим надо руководить, наверное, то есть кто-то от компании все равно присматривать за этим должен. Не очень понятно, как студентов мотивировать делать это грамотно, кто будет за качеством следить там всего, что пишется, но в эту сторону, по крайней мере, можно думать. И мне кажется, это вот как раз то, что можно от себя отчуждать компаниям и отдавать куда-то. Схемы, я уверен, найти можно здесь. Ну и еще одна тема, которую я вот в разговорах с нашими партнерами регулярно продвигаю, это скорее у меня такая гипотеза, которая проверялась там скорее один раз у нас так некоторым образом, но я в нее очень верю. Вот еще мне кажется, что вот такая вполне рабочая схема, как университет с компанией может взаимодействовать, это вот такая песочница, что ли. Некоторая лаборатория, которую компания создает на базе какого-то факультета, в которой на какую-то очень маленькую долю ставки работают сотрудники этой компании. Вот если поспрашивать в том же Тинькове сотрудников разработчиков, исследователей, есть ли у них какие-то гипотезы интересные, которые можно проверить, я уверен, там огромный список соберется из сотен каких-то предложений, потому что ты же постоянно работаешь, думаешь, у тебя куча идей, тебе их некогда проверять, оно все как-то копится. И вот вполне можно было бы, и так делают нередко, чтобы вот была некоторая площадка в университете, куда приходят сотрудники из компании, предлагают свои какие-то гипотезы, к ним приходят студенты, проверяют в рамках курсовых, дипломных работ, в рамках проектов, каких-то практик летних, проверяют эти гипотезы под присмотром сотрудников компании, и в итоге все довольны. Студенты получили опыт работы над почти реальной задачей, сотрудники отвели душу, позанимались чем-то интересным со студентами, что-то поисследовали, что напрямую для работы не полезно, ну и в целом студенты узнали про компанию, чего-то могут делать. Кажется, что это может быть, мы точно такое наблюдаем в очень больших количествах от индивидуальных сотрудников, когда вот просто мы там просим компанию кинуть клич по разработчикам, что вот давайте там тему курсовых предлагайте, и реально много поступает тем, где вот какие-то гипотезы хотят попроверять. Но это можно институционализировать и превратить во что-то такое совсем рабочее. Вот. Короче, вот накидал каких-то соображений про то, что вот видимо скорее, ну опять же вот в моем направлении, там фундаментальные исследования, прикладные исследования, это вот как-то постепенно совсем компании забирают себе, и все сложнее становится у них отрывать какие-то проекты в этом направлении. Но при этом возможно какие-то новые форматы, которые связаны с тем, что вот университет это такая свободная экспериментальная среда, где много чего происходит, много каких-то там интересных идей проверяется, и вот оттуда потом компании могут выцеплять себе лучшее. А университет тоже от этого выигрывает, потому что такая суета создается вокруг студентов. Ну и вот еще как бы этого, что касалось взаимодействия компаний и университетов. Но еще и студенты, как отдельные такие сущности. И вот с ними связаны тоже некоторые интересные вопросы, скажем так. Вот, конечно, здорово, что университет может чего-то для компании делать, а компания может как-то университетам помогать. Да, но это мы говорим про взаимодействие отдельных организаций. А вот как это выглядит для студентов? Вот они поступили, допустим, на первый курс, ну и сейчас как бы мир открытый, много они узнают про возможности, и у студента довольно быстро возникает в голове такое сравнение. Значит, студент может учиться, а может работать. И вот я разговариваю со студентами умными, там олимпиадниками, которые там заряженные такие. И вот, значит, их логика на младших курсах даже. Вот учеба, да? На учебе ты приходишь там на занятия по математическому анализу, и там тебя заставляют интегралы считать, там ряды какие-то, насходимость исследовать. И как-то не очень понятно, куда ты потом пойдешь, возьмешь интеграл, и тебе там 100 тысяч заплатят, да? Вот как бы не очевидна эта связь совершенно. На работу ты приходишь, и там тебя не просят брать интегралы. В университете не платят деньги. При этом, опять же, есть университеты, которые пытаются заманивать студентов большими стипендиями, мы тоже этим грешим, потому что, ну а как, если другие этим занимаются, да? Но в целом я скорее считаю, что это какая-то, ну, странная с точки зрения экономики концепция, когда университет где-то добывает деньги там большим трудом, чтобы дать им студентам, чтобы те вот просто учились. Ну, казалось бы, что-то поломанное в этом есть, да? Но тем не менее, да? Вот в общем, в университете деньги не платят на работе, понятно, платят, это тебя мотивирует, особенно если студенты, ты там вот получил зарплату, можешь там квартиру снять где-нибудь в центре Москвы, можешь там на такси ездить на учебу. Это, конечно же, очень сильно заманивает. Ну вот третий пункт, вот то, что с первым перекликается. Вот опять же, у студентов, особенно вот, если вот студент, он много олимпиадами занимался, он вот как бы в себя поверил, у него такая вот самооценка высокая, он зачастую приходит в университет с мыслью, что он знает, что ему нужно. То есть нередко ко мне приходят студенты и говорят, так, короче, я посмотрел требования вакансий вот там в Яндекс.Суньков, там, значит, не написано, что нужен математический анализ 2 и комплексный анализ, вот зачем это в учебном плане, выкиньте мне. Вот, значит, ну вот как бы такие обсуждения постоянно происходят. У студентов тоже тут возникают какие-то вот такие странные мысли, что вот что-то не там учат, вот, а на работу я прихожу там, я занимаюсь тем, что интересно, тоже что-то не то. Ну, а еще на работе у тебя постоянная обратная связь. Ты приходишь там, да, у тебя там раз в квартал или раз в полгода ревью, тебя там ставят оценку, руководитель постоянно говорит тебе, что вот тут ты не молодец, тут молодец и все такое. В университете, конечно, есть обратная связь в виде оценок, но как-то вот там ты не получаешь каких-то материальных подкреплений в виде премий, повышения зарплаты и всего такого. И это тоже как бы студентов может фрустрировать. Вот, короче, и вот из-за этого реально у студентов их разрывается. С одной стороны, они вроде бы слышали, что учеба это полезно, а с другой стороны, ну вот работа манит. И надо еще университету заниматься, при том, что университет у нас взаимодействует с компаниями, университету нужно там как-то деньги добывать. Еще университету нужно убеждать студентов, что нужно поучиться все-таки, потому что иначе все развалится. Ну и вот какие-то, возможно, очевидные вещи, которые там я из своих наблюдений могу сказать, я даже не все, наверное, буду комментировать, но вот есть такие довольно там понятные вещи, которые студентов мотивируют. Можно, конечно, им рассказывать, что да, вот ты сейчас поучишься, у тебя там производная графика роста твоей зарплаты будет выше, если у тебя много знаний, и это правда. Но все-таки это как бы в это сложно поверить. Но есть какие-то вещи вроде, например, харизматических преподавателей. Вот если преподаватель прям вот такой прикольный, веселый, интересный, умеет хорошо рассказывать, студенты это убеждают, почему нужно ходить на пары и не работать. Реально вот есть там у некоторых рассуждения, что ой, я тут пошел работать летом после первого курса, пришел на второй курс, ходил на лекции, там такие офигенные люди, все, бросаю работу. Очень популярная штука. Казалось бы, да, просто преподаватель рассказывает веселее, но студентов это почему-то мотивирует. Вставлять как можно раньше студентам какие-то курсовые работы, которые компании дают, какие-то давать как можно раньше прикладные курсы. То есть не то, что там они начинают изучать какие-то вещи вроде там, как делать веб-сервисы где-нибудь на четвертом курсе, а уже там на первом-втором небольшой курсец про это вставить, уже это студентов тоже замотивирует. Это им поможет как-то работать, поможет понять, для чего это все происходит. Давать им много возможностей. То есть опять же, если студент приходит и видит, что в университете он может там в стартапе поучаствовать, попреподавать, поехать в школу какую-то, может там поассистировать какому-то крутому лектору, может в лаборатории наукой позаниматься, может там, я не знаю, ну что еще это может быть, может там съездить в другой кампус университета и там чего-то поделать, может там консультировать абитуриентов. И вот если он видит кучу-кучу возможностей, это тоже ему, его убеждает, что здесь нужно находиться. Так-то вот в компанию идешь, там за компом сидишь и больше ничего не происходит. Ну я утрирую, конечно. Вот, а тут как бы у тебя много интересного всего возникает. Вот, это тоже как бы студентов в некотором смысле убеждает. Ну короче, вот надо что-то делать здесь тоже, и это как бы некоторая такая задача, некоторая проблема, над которой мы активно думаем. Как студентов убедить оставаться у нас хотя бы там 4 года бакалавриата. Вот, короче, какие-то такие довольно философские рассуждения. У нас еще есть много времени, я буду рад услышать ваши там комментарии про это все. Спасибо. Давайте несколько замечаний. Ну, во-первых, вот первая тема, о которой у вас был вопрос. Значит, действительно это проблема взаимодействия вуза и организации, она довольно сложная. И главная проблема там даже не в том, что там, значит, данные, а в том, что разные культуры. Да, то есть как бы есть культура академическая, есть культура индустриальная. И для того, чтобы их успешно совместить, грубо говоря, надо понимать их обе. Обычно проблема строится в том, что, ну, как бы индустрия не понимает, почему надо сделать так, как хотят ученые, а ученые не понимают. Ну, вот как раз мы с этим многим сталкиваем. У нас, кстати, есть успешные проекты с индустрией. Там все вот проблемы, которые вы описывали, они встречаются, но их удается перебороть. Просто для этого надо постоянно переключаться на тот язык, который понятен. Но для этого должны быть люди, которые и в индустрии, и в науке на обоих языках говорят и переводят. Это, к сожалению, не знаю как. Это большая редкость. Вот. Вот про модель песочницы я хотел обратить внимание на то, что у нее есть некоторая существенная проблема. Она заключается в том, что вы, по сути, решаете проблему компании за счет ресурсов ВУЗа. Вот. То есть в этой модели не описано, а каким образом ВУЗ… То есть понятно, какая мотивация для студентов, понятно, какая мотивация для компании, но непонятно, какая мотивация для ВУЗа. ВУЗ за это берет деньги, конечно. Я про это сказал. Вот это важный момент. То есть там очень тонкий момент. Не то, что он даже берет деньги, а то, сколько, как и какие факторы считаются. Ну и последний вопрос, то, что вы сказали, работа со студентами, это примерно та же история. То есть, конечно же, классные преподаватели привлекают классных студентов. И, кстати говоря, классную индустрию они тоже привлекают. Проблема в том, опять же, а где взять ресурсы, где взять деньги на то, чтобы обеспечить. То есть, вот, допустим, наша российская постсоветская система образования, она плановая. То есть у нее у вас есть какая-то зарплата преподавателя примерно нулевая. Это означает, что если вы хотите привлекать более серьезных преподавателей, значит, вам нужна какая-то очень четкая экономическая модель того, как это делать. Если она есть, конечно, все будет работать. Да, абсолютно. То есть, как раз таки, да, это некоторый такой курьез, что, казалось бы, преподавание умным студентам – это ключевая деятельность, но чтобы заплатить классным преподавателям, нужно придумывать там курсы дополнительного образования, проекты с индустрией, и там привлекать. Скорее должен быть просто конкурс среди преподавателей. Сейчас его, по сути, он есть, да, сейчас во всех вузах, особенно в топовых вузах, особенно в связи с последними событиями, острая нехватка преподавателей. Но при этом нет ресурсов на то, чтобы, например, в разы увеличить выплаты этим преподавателям. И их ниоткуда взять. Потому что, ну, те же индустриальные партнеры, все-таки их вклад в экономику вузов сейчас – это, ну, он очень маленький по сравнению с бюджетом вузов. Это означает, что, как бы, и это, как бы, очень красивая такая замечательная схема, только непонятно, как ее реализовать, как сделать экономическую модель, которая ее бы поддерживала. Сделать образование платным, конечно, можно, но… Ну, просто мы это решаем тем, что мы, допустим, зарабатываем деньги вот в тех самых проектах, которые вы по пункту один говорили, что они не могут быть, но они могут быть, но это, конечно, сложно. И вкладываем их в образование. Но опять, мы в каком-то смысле вот сами там свои заработанные деньги вкладываем. Да, да, мы так же. Но для исследователей, обычно для исследователей это недопустимо. Да? У них и так денег помогает. А вот выпускники, как сущность, они не существуют, либо как бы университет не берет за них ответственность. Просто, насколько я понимаю, ну, это возможность, например, если создается доверительное отношение между выпускниками и вузом, то получить, например, деньги в эндаумент или, ну, как бы, использовать их как агенты перемен для изменения там корпоративных культур, разных компаний. И вот где в этом будущем выпускники? Ну, это просто отдельная большая тема, на которую тут уже не было места. Ну, да, безусловно, выпускники – это ключевая схема, ключевой момент, который, во-первых, позволяет привлекать все больше харизматических преподавателей, потому что выпускники, они как бы благодарные, если их хорошо учили, они вот готовы прийти и там вести даже за какие-то небольшие деньги. Лучше так не делать, но тем не менее, да. Они там готовы давать какие-то проекты и так далее, свои компании приводить к нам. Поэтому, да, это, безусловно, помогает развивать университет. Вот эндаумент тоже, да, и там, как бы, это тема, про которую мы активно думаем. Если говорить про то, чтобы выпускники как-то вот ломали эту культуру, ну, это довольно сложнее. Во многом потому, что вот наш факультет, он довольно молодой, и сейчас, ну, там, у нас первый выпуск был в 2018 году. Ну, типа, эти люди еще там совсем юные, не доросли до какого-то высокого уровня и так далее. И, наверное, они не могут прям вот такие занимать ключевые позиции, где что-то ломают. Но будем считать, что семена были посеяны. Ну, отсюда фокус работы со стартапами, наверное, да, и взращивание как раз. В том числе. Вот. Их нужно еще взрастить, выпускников. Ох, вот это, знаете, вот меня это пугает. Вот как меня мой сегодняшний доклад пугает, потому что он гуманитарный. Я не теоремы тут доказываю, это было бы куда понятнее. Вот так и такие дисциплины. Это не очень понятно, как будет устроено, да. Вот у нас давно хотят придумать, как учить студентов критическому мышлению. Как? Что это будет? Что им там будут рассказывать? Байки? Не знаю. Вот. Короче, непонятно. Вот так и здесь, мне кажется. Вот это скорее через культуру, через то, что они общаются с людьми с правильным майнсетом, с преподавателями с правильным майнсетом. И как-то дело перенимают. У этой рукавы вот я как раз по критическому мышлению могу добавить. Я про Судрохаус Куперс, 8 лет, менеджер. Ну, сейчас их уже нет с 1 июля. Но как раз ежегодно курс каждый сотрудник, в зависимости от уровня, обязан был проходить как раз таки по критическому мышлению. И это очень много внимания к этому, ну, аудиторские процедуры, аудиторские стандарты. Поэтому это все обучаемо, минимум четверка. И они делают это на мировом уровне, потому что вся методология, она американская. Но сколько было потрачено лет, чтобы это отстроить? То есть это гигантская такая история. С момента основания компании. Вот, вот. А еще надо это перенести на реалии университета. Это можно сделать, да. Но я к тому, что это безумно сложно. Бизнеса. Да, возможно так. Но у каждой случай, там, допустим, конкретно Пресс-Хаус с Японии, тоже у них, может быть, это не публичная информация, но крах был, да, вот как Артур Андерсон. И об этом обучали на этих примерах. Да, да, видимо так, да. Нет, я не говорю, что это невозможно. Конечно, конечно, можно просто гигантская работа. Это культура. Да. Вроде у Дениса был комментарий. На самом деле вопрос такой немножко про будущее. Вот ты говорил по поводу того, что очень интересный метод работы. Вот есть индустрия, которая там какие-то гипотезы проверяет, там типа что-то еще такое, вот. И они берут там студентов, когда Макгалавров, там что-то еще такое. Вот. Но это хорошо работает в модном молодежном вот машинном обучении, которое там типа вот с одной стороны быстро развивается, с другой стороны там нет большой красной кнопки пока что. Вот. Я так считаю, что через пять лет будет большая красная кнопка, и ты вместо студентов будешь просто запускать на большом кластере там что-то. Будем надеяться. Вот. Вот в будущем ты считаешь, что такой способ взаимодействия сохранится, потому что мотивирован мой вопрос, например, ну там были какие-нибудь там бум в начале 20 века, да, там типа какой-нибудь Bell Lab, там какой-нибудь NTNT Lab, я могу ошибаться с точными названиями, да. Вот. Потом они немножко сдулись и, соответственно, стали там типа просто какой-то внутренним резорчем внутри компании там так дальше. вот не сдуется ли вот такой вот способ взаимодействия между компаниями и студентами, например, через пять лет, ну вот опять же, когда там… Непо что студенты просто не нужны будут. Да, да, студенты будут не нужны. Они, ну то есть как бы мы не берем там, не знаю, строительный университет не забирают, не набирают студентов третьего курса, чтобы они лучше клали, ну в смысле научились, как класть правильный кирпич. Потому что, в общем, для этого есть специально рабочие, которые умеют правильно класть кирпич. Слушай, мне кажется, возможно, вот взаимодействие именно по этому направлению сдуется, но возникнет другое обязательно. То есть как бы вот почему сейчас вот как бы круто работает в это? Потому что сейчас там, не знаю, обучать какие-нибудь там нейросети для распознавания речи той же, ну чего, это конструктор, да, ты сидишь там, у тебя там пайторч есть, удобная библиотека, ты там что-то крутишь, там данные, архитектуры и так далее. Если ты берешь умного студента, вот просто умного, который там умеет думать, у которого логика есть, он, скорее всего, быстро там заботает нужную теорию небольшую и будет это делать. Ну через пять лет это сдуется, потому что будет красная кнопка большая, появится там другое направление, не знаю какое, но вот что-то появится, и вот туда уже будут брать студентов. То есть я уверен, что всегда будет куда вот этих вот умные, неокрепшие умы привлечь. Хорошо, да, просто мы были там на встрече с одной большой, очень большой компанией, например, и они сказали, не надо нам рассказывать о том, как нейронку у нас тренировать. У нас там типа в штате 20 докторов наук и 80 кандидатов, которые умеют нейронки тренировать. И не надо вот это вот нам рассказывать о том, что вы сейчас возьмете студента и… Ну это некоторый снобизм, мне кажется, который не всегда уместен, но может быть, может быть. Спасибо за доклад, очень классно. Смотри, сейчас у многих больших производителей, например, Норникель, НЛМК, Росатом, есть свои учебные центры. Они обучают не только своих уже текущих работников, но уже набирают со стороны тех же школьников, либо уже первокурсников, студентов, которые там по каким-то причинам не захотели учиться в стандартном ВУЗе. У меня следующий вопрос. Не умрет ли классический ВУЗ благодаря тому, что студенты, которые учатся на производствах, уже останутся там же и работать? То есть в классическом ВУЗе уже не нужно будет обучать студентов для этих производств. То есть там останутся студенты, которые нужны будут государственным чиновникам в госструктуре. Хороший вопрос, спасибо. Ну вот мне кажется, можно ответить на примере школы анализа данных Яндекса. Тоже же была какая история. Конец нулевых годов, университеты крайне медленные, не учат совершенно анализу данных, машинному обучению, а люди нужны, чтобы это развивать. Ну и вот Яндекс решает открыть свои двухгодичные курсы, чтобы это все делать. И реально тогда тоже вот были мнения, что, блин, они так круто это делают. Есть люди, которые без бакалавриата к ним приходят, осваивают, смотрят с сеньорами. Может быть сейчас умрет высшее образование. Вот оказалось, что нет. Все еще как бы там и в бакалавриаты идут, и в магистратуры идут. Почему, на мой взгляд? Во-первых, потому что все-таки в корпоративных университетах, я вот с Норникелем и ЛМК не работал, ну вот там со Сберовским, например, работаю, там с Шадом довольно много взаимодействуют, там все-таки нет такой академической среды. То есть там преподают сотрудники компании, которые вот пришли, провели курс, а так им завтра там нужно что-то там, свои задачи какие-то выполнять. Там очень сложно, как правило, делать проекты, потому что, ну вот у людей работа, у них это не основная занятость, а вот как-то сложно организовать какие-то вот исследования, лаборатории и так далее. Это получаются именно курсы такие. А вот именно среды такой вот, где ты приходишь и варишься 4 года, как будто бы пока не появляется. Пока. Может быть, кто-то из этих центров справится с этим. Тогда действительно мы будем под угрозой большой. Но пока вот кажется, что вот они воспроизводят часть с курсами, но есть еще очень много другого в университете, чего там нет. Ну это такое мое мнение дилетантское. Ну что, вопрос закончили? Да, 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 конечно. Это действительно так. На самом деле куча примеров. Вот извините, есть пример физфака в ЭШЕ, который тоже оказался. Кто же хотели? Давайте мы тут сейчас сделаем 20 человек самых крутых. Значит, проблема оказывается в том, что невозможно создать нормальную учебную среду, ну вот изолированную. То есть там кроме того, что просто нужно очень много всего, кроме непосредственной учебы, там еще проблема возникает. Опять мы видим эволюцию кафедр, допустим, академических институтов. Она загнивает. То есть если ваши люди начинают 5-10 лет читать одно и то же, то программы замыкаются сами на себя. То есть если вы не даете этой среде дышать, она... Ну то есть очень много примеров кафедр академических вузов в том же физтехе, которые таким образом, собственно, сколлапсировали, потому что программы перестают обновляться через какое-то время, потому что электрам это невыгодно. Да, тоже видим таких много примеров. Да, это правда. Я вот, если честно, не понял про... То есть шат, это же вообще суперкрутая вещь, туда все хотят попасть. Ну, я просто вот в своем КМГУ, и там есть такая же история, вот как вы сказали, что там просто люди читают этот же курс 30 лет, но и как бы все нормально, это же математический анализ, он не меняется, все хорошо. Нет, ну, окей, то есть у вас тезис в чем, что все-таки типа в шат все хотят, и типа это... Все хотят в шат, да, и все понимают, что... То есть если ты хочешь научиться машинному обучению или глубинному обучению, то ты не научишься этому нигде, кроме как либо в каком-то, либо в какой-то индустрии, типа Яндекс, Тинькофф, Huawei, я не знаю, или ты должен пойти в шат, или в какой-нибудь Озон Мастерс, и вот туда, где тебя научат, на самом деле, те же самые люди, а не научат тебя чему-то. Да, но они научат конкретным навыкам, то есть, да, вот они прочитают тебе классно курсы, но ты там не станешь исследователем, ты не начнешь заниматься наукой какой-то, ты там не попробуешь себя в проектах каких-то, вот в этом проблема. То есть, да, это крутые курсы, где тебя чему-то научат, но это не вот университет со всеми его плюшками, вот речь об этом. Ну и в Шаде-то на самом деле все обновляется, то есть не то, что там читают одно и то же много лет, вот, это некая очень такая динамическая сущность.